Что касается корифеев, которые давят, да, корифеев, у которых есть свои артисты, свои артисты, жены, мужья, любимые, они, конечно, борются за своих, расчищая вокруг поляну. Это есть, было и, наверное, будет, не только у нас. Это системная проблема. Проблема системы заключается в том, что случилось то, чего мы и ожидали, что мы и предрекали. Есть способность у человека, есть талант. Если способного человека, как цветок, поливать, 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 он будет свисти и пахнуть. Если его перестанешь поливать по какой-то причине, он засохнет. А есть такие растения, которые, несмотря на что, будут расти и не погибнут. Вот эти растения, это талант, который какая-нибудь колючка в пустыне, вопреки всему. Потому что талант не задушишь, не убьешь, как известно. Если коротко говорить, то, на мой взгляд, за эти 10-15 лет выставился такой первый ряд людей, которых вывели благодаря усилиям продюсеров. Потому что как кино продюсерское, так и эстрада тоже продюсерская. Потому что продюсер человек со связями. Со связями в телевидении, в радио, в концертных организациях, которые заказывают на корпоративы. Это минимум такой. Вот эта система выстроилась. Но эта система, знаете, как строительные леса. Она вроде закрывает здание мощное, которое ремонтируют. Но в результате либо доски сгниют, либо ветер дунет, она повалится. А здание все равно останется. Но для этого должно какое-то время пройти. Вот у нас на эстраде прошло это время. Выстроился этот первый ряд, выстроились эти леса, которые вроде как стали претендовать на то, что это и есть то, что ремонтируют благодаря конструкции. На самом деле не так. Потому что есть еще один аспект в общей системе. Есть зритель. Приведу пример. Чтобы было понятно, он хорошо известен. Небезызвестные телепроекты юмористические, которых было когда мало, они были так известны, популярны, любимы. Когда их стало везде много, всяких, разных, а значит не таких качественных, они перестали быть интересны. Правда? Правда. И эстрады точно так же. Вот когда все поют средним голосом, простите, я оперирую не как профессионал, а как зритель, когда поют голосом, похожим на голос, который звучал и прозвучит, это меня не трогает, ухо перестает это воспринимать. И когда на этом фоне выйдет артистка или артист, который как даст, осыпаются все леса в чертовой матери сразу, и его хотят видеть. И тут уже начинаешь понимать, что если продюсер скажет, кроме моих артистов, по дружбе, конечно же, никого не показывай, такое количество теле, радио и интернет, возможностей, что этот человек все равно будет услышан, если он по-настоящему талантлив. Время вот так, вот система, такой парад планет, так звезды встали, и так и будет, так и будет, и ничем не задушишь, не убьешь. И как говорит одна моя подруга, известная телеведущая, да чем они хуже, тем мы лучше. Вот это еще одно правило. Первый ряд, этот фронт, он среднего уровня, стандартного, а не индивидуального уровня. Но как на этом фоне появляется индивидуальность, его звезда, звездочка, вспыхивает ярко, неожиданно, как праздничный салют. Согласитесь со мной. Так и будет. Потому что, если раньше только по трем каналам телевидения можно было показать, прежде по одному, если на двух каналах радио можно было услышать, сейчас десятки, сотни, а теле, радио и интернет, возможно, нужен что? Контент. Вот приди в любую и дай, что поистине ярко, интересно и талантливо, они скажут, слушай, старик, я знаю, что это похоже на твою или твоего, но это интересно. А один раз прозвучит, как раньше говорили, пойдут письма советских телезрителей и радиослужителей. И это не остановишь. И это шквал. И это неуправляемо. Повторяю, это только временно можно что-то сдержать и запретить. Не здесь так там, не в Москве так в Питере, а вообще в деревне. Я всегда вспоминаю Петра Аналича, который на какой-то мыльнице спел свой гитар-гитар-гитар. Это стало хитом. И человек поехал на Евровидение страну представлять. И он не пробивался, а его прямо попросили. Я всем всегда говорю, снимайте на мыльнице свой недюжинный талант. Кладите на какой-нибудь портал. И если это никому ничего доказывать не нужно, ни просить, ни денег платить, ни умолять, ни унижаться. И не обижаться, что тебя кто-нибудь не признает. Есть главный он, зритель. Кнопку, один клик, и ты на один шаг ближе к эстрадному Олимпу.